Тема сегодняшнего выступления – это рак щитаидной железы. И сегодня поговорим о такой обзорный будет доклад – это эпидемиология, лечение и радиотрезистентность, о которой тоже немного поговорим. Я постараюсь не загружать аудиторию тем, что о том все уже знают и что такое рак щитаидной железы, немного коснусь все-таки каких-то моментов. И сегодня мы поговорим также о радиотрезистентности, о которой хотелось бы сказать, что мы сталкиваемся, к сожалению, очень часто сейчас. Ну и для начала о раке щитовидной железы, о том, что заболеваемость в мире, обращаясь на сегодняшний день, обратились к Всемирной организации здравоохранения на сайте посмотреть, увеличивается ли у нас на сегодняшний день заболеваемость и смертность. И действительно, заболеваемость и смертность, они, конечно, изменились. И если говорить о заболеваемости, среди всех стран, независимо от пола и возраста, мы видим, что более 14 тысяч пациентов у нас в год. Если говорить о смертности, также более 1000 пациентов в год. Это тоже, в общем-то, достаточно высокий уровень, поскольку рак щитаидной железы считается условно таким течением, которое не является смертельным, его можно лечить. И есть такое поверье, что действительно от рака щитаидной железы не умирает. На самом деле, более 1000 человек сегодня опубликовано, что так оно и есть. Сегодня будем говорить о высокодифференцированном раке. Это папиллярный рак и фолликулярный рак щитаидной железы. И хотелось бы сказать о том, что действительно чаще всего, как говорили предыдущие докладчики, это дифференцированный рак щитаидной железы. Основные объемы, которые мы выполняем к хирургии, это гемитиреодектомия, тиреодектомия и претрахеальная фадонектомия по показаниям. Большей степени, конечно, с учетом распространенности мы ее выполняем. И что хотелось бы сказать о том, что на сегодняшний день, если сравнить с другими заболеваниями, мы, конечно же, видим рак щитаидной железы, пациента с раком щитаидной железы на ранней стадии. Конечно, это радует и вселяет надежду на то, что эти пациенты будут лечиться достаточно полно. И минимальный объем, который мы будем исполнять в плане лечения, он будет достаточен для того, чтобы пациента разречить от этого заболевания. Сонографическая классификация, о которой говорила Екатерина Викторовна, она подробно о ней рассказала. Но в целом для нас, как для клиницистов, почему так задавались такие вопросы, потому как нам четко нужно понимание. Не только описание, но и сама характеристика, само узла, для того, чтобы понимать, если это ТИРАЦ-5, это подозрение действительно на злокачественный процесс, если это действительно рак, либо это какое-то другое заболевание. Но вот поскольку уже есть такая четкая определенность, мы понимаем, что по классификации, которая представлена УЗИ-специалистами, мы можем приблизительно уже подозревать, что у пациента есть злокачественный процесс. Обращаясь и разглядывая УЗИ-картинки самой опухоли и лимфатических узлов, для нас, как для клиницистов, вот хотелось бы показать этот слайд, который представлен. И это слайд представлены Американской терридологической ассоциацией, где обучающий процессы и в целом для самих клиницистов, когда мы видим их агенность, мы видим размеры узла, для нас очень важное является отношение к трахеи, несмотря на то, что это является не МРТ-исследование, не КТ-исследование, но, тем не менее, признаки инвазии также можно увидеть по данным УЗИ-диагностики. Лариса Анатольевна очень подробно рассказала о классификации БТС. Для нас, как для клинициста, есть определенные критерии и параметры. Для нас очень важно, чтобы цитолог описывал клиническую картину, вернее, цитологическую картину, для того, чтобы клиницист четко представлял себе, что это за пациент и что мы можем ожидать в дальнейшем гистологическом получении материала, будет ли это сопоставимо. Конечно, мы будем обращаться к цитологии, когда мы получим гистологическую верификацию. И вот то, о чем говорила Лариса Амбаровна, что БТС-Д4 – это вот та грань, когда мы всегда обращаемся к цитологам повторно, посмотрите, пожалуйста, если, может быть, это все-таки там клетки рака, нужно ли оперировать. Пациенты не всегда готовы идти на операцию, необходимо наблюдать, нужно ли выполнять. Но есть четкое такое, что еще должен смотреть еще один цитолог, нам никогда не отказывают, идут на встречу, и мы, естественно, коллегиально все это решаем. Диагностические параметры и диагностические критерии, которые должны быть достигнуты – это УЗИ. Это стандартное исследование, которое выполняется всем специалистам, на самом деле сейчас оно выполняется рутинно. При выполнении других органов пациентам предлагается УЗИстами даже самостоятельно сделать одно или другое и обязательно посмотреть щитовидную железу, потому что на сегодняшний день мы видим, что увеличение рака щитовидной железы, как этих пациентов, увеличение количества – это связано с тем, что оборудование у нас изменилось, улучшилось качество оборудования, сами специалисты обучены, подготовлены, и действительно мы видим увеличение количества ранних раков щитовидной железы. МРТ-исследование, оно порутинно не назначается, но в большей степени, конечно, мы назначаем по показаниям этим пациентам. Ну и остальные необходимые исследования, которые выполняются, представлены на слайде. Хотела бы сказать о том, что, конечно же, выявление ранних форм микрокарсином, оно не влияет на прогноз безрецидивной общей выживаемости. Это является основным, что мы должны были бы довести до этих пациентов. Классические подходы в лечении дифференцированного рака щитовидной железы. В основе, конечно, лежит это пациент, которому выполняется хирургическое вмешательство, и далее это лечение радиоактивным йодом. По показаниям. Если есть показания, тогда пациент оправляется на лечение, если нет показаний, пациент наблюдается. Также зависит от того, выполнен объем операции составляет гемитиреодектомия, либо это тиреодектомия. От этого зависит также контроль онкомаркеров для того, чтобы понимать, будет прогрессия, если есть щитовидная железа или нет щитовидной железы, мы можем определяться. Ну и это в основе гормоносупрессивная терапия пациента, который находится в наблюдении. Ну и дальше, по наблюдению пациентов при появлении метастатического поражения узлов, пациенту предлагается и необходимо выполнить операцию по удалению лимфатических узлов, а далее уже решение вопроса о лечении радиоактивным йодом. В плане рецидива опухоли также решается вопрос об операции, но и далее также лечение радиоактивным йодом по показаниям. Хотел бы сказать о том, что пациенты, когда обращаются к нам с увеличенными лимфатическими узлами, верифицированными как популярный рак, очень часто говорят о том, что не хотят оперироваться. Бывает такое, что они консультируются в интернете, и представление у них такое, что можно вылечить это путем препаратов или проведения радиоактивной терапии. На самом деле, по клиническим рекомендациям Минздрава Российской Федерации мы понимаем, что при выявлении метастатических узлов, конечно, пациенту показано удаление лимфатических узлов в различные объемы лимфодиссекции и решение вопроса о выполнении расширенных операций в распространении опухоли по мягким тканям. Работает такая вот онкологическая команда, это мультисциплинарный подход в лечении рака щитовидной железы, и, как видите, мы обязательно для нас является вот такое взаимодействие очень плотное, ну и если это достигнуто, то эффект от лечения, конечно, будет значительный. Выполнение стандартного объема по клиническим рекомендациям мы относительно размера опухоли, выполнение относительно риска, группы риска для пациента, выполнение того или иного объема, оно зависит именно от этих вот параметров. Сам объем тиреодектомии, который пугает, в общем-то, наших пациентов, остаться без щитовидной железы, это стандартный объем, который мы выполняем, дальше гормоносупрессивная терапия и наблюдение в дальнейшем за этим пациентом. Хотел бы сказать о том, что есть пациенты, которые также подвергаются хирургическому лечению и выполняется удаление определенных узлов, и удаление лимфатических узлов мы стандартно, у нас в институте выполняется обязательно маркировка узлов при удалении, выполняется обязательно топографическое вот такое сравнение с УЗИ-специалистом, и тот, кто написал и описал группу узлов, обязательно мы сравниваем группу узлов с МРД-специалистом, и, как видите, есть такая стандартная классификация по Робинсу, которую мы придерживаемся, и обязательно все УЗИ трактуются именно по этой классификации. В дальнейшем нам достаточно просто понимать и на одном языке, в общем-то, говорить с диагностами. И когда описываем, посылаем при пункции для ацетологов, мы также описываем группу узлов, потому что это очень важно, когда выполняется пункция, и если пациент приносит заключение, в котором написано, что выполнена пункция узла шеи, это, конечно же, неправильно, и на сегодняшний день уже не уровень выполнения вот этого исследования. По клиническим рекомендациям также установлено, что селективное удаление метастатических узлов вне футляра, оно нецелесообразно. Как видите, на слайде представлено удаление вскрытия футляра, удаление моноблоки, необходимо выполнять именно такое вот обязательно в таком объеме выполнения такого лечения. Основными целями, и, в общем-то, мы выпустили недавно методическое такое пособие и выпустили буклет для пациентов, в котором рассказывается о лечении пациентов для них языком не медицинским, для того, чтобы было понимание, для чего мы выполняем дальше лечение радиоактивным йодом. Мы участие приняли также Архангельск для формирования этого буклета. Очень важно, чтобы пациенты понимали, что дальше, выполнив операцию тиреодиктомия, на этом все не завершается. Есть показания для проведения лечения радиоактивным йодом, они должны быть, в общем-то, это лечение должно быть выполнено. Ну и самым важным является наблюдение. Наблюдение после радиоотерапии, конечно, очень важный момент, поскольку часть пациентов наблюдается самостоятельно и контролирует свои гормоны. На самом деле это не совсем правильно, поскольку не всегда пациент может это сделать. И, конечно же, мы объясняем пациентам, что этого делать не нужно, нужно обязательно прикрепиться к врачу-онкологу, их должен обязательно наблюдать эндокринолог. И в таком тесном режиме, в тандеме, должны работать онколог и эндокринолог для того, чтобы дальше вести этого пациента и не пропустить биохимический лабораторный рецидив, для того, чтобы в дальнейшем пациента планировать на дальнейшее лечение радиоактивным йодом при необходимости повторно. Ну и существуют такие группы риска, о которых все, в общем-то, знают, те, кто сегодня слушает нас. Когда мы подвергаем пациента определенным исследованиям, и в том числе подвергается диагностикой радиоактивным йодом для того, чтобы решить вопросы, которые возникают в процессе наблюдения, повышения гормонов, для того, чтобы понимать необходимости выполнения повторно, или есть какой-то рецидив, и действительно нужно будет решить каким-то образом выполнять это хирургическое вмешательство, или это все-таки повторное исследование. Для этого существует определенный диагностический алгоритм, который был представлен ранее, который мы должны выполнять для того, чтобы четко понимать о процессе прогрессирования рецидива. Но вот есть, к сожалению, такие критерии резистентности, когда мы встречаем пациентов, которые не накапливают радиоактивный йод, но и мы сталкиваемся с пациентами, которые на сегодняшний день первично не накапливают радиоактивный йод, их мало, но мы несколько раз встречали, и, к сожалению, эти пациенты есть. В этой ситуации также этот пациент должен быть обязательно тщательно обследован и установлено радиотрезистентность. Есть критерии, они представлены на слайде, резистентности дифференцированного рака щитойной железы к радиоактивному йоду к лечению, ну и об этом, конечно, расскажут очень подробно наши коллеги из Архангельска. Тактика лечения этих пациентов, когда мы являем рецидив высоко дифференцированного рака, мы, опять же, возвращаясь к предыдущим слайдам о том, что нужно либо выполнять хирургическое вмешательство, если это только биохимический рецидив, выполняется лечение радиоактивным йодом, либо при наличии радиотрезистентности, он, конечно же, назначается уже ингибиторы, мультикиназные ингибиторы, и мы, в общем-то, об этом поговорим подробнее. Два препарата, которые на сегодняшний день у нас существуют, это линвотениб и сарафениб. В клинических рекомендациях Минздрава Российской Федерации, о которых мы опираемся и относительно которых мы работаем, конечно же, говорится о том, что при радиотрезистентности по медицинским показаниям назначаются два препарата, сарафениб и линвотениб. Если обращаться к рекомендациям гайдлайн, мы видим, что у пациентов, которые действительно являются радиотрезистентным, предпочтительным препаратом является линвотениб при высокодифференцированном раке щитовидной железы. Ну и хотел бы сказать о том, что решение выбора препарата линвотениб предпочтительно, да, но сарафениб принимается также индивидуально для каждого пациента, потому что есть сопутствующая патология, потому что есть распространенность и местная распространенность относительно магистральных сосудов и относительно трахеи гортани. Если сравнивать два препарата сарафениб и линвотениб, мы видим, что, обращаясь к двум исследованиям Decision и Select, мы видим, что медиано выживаемся без прогрессирования выше полтора раза на фоне терапии линвотенибов, если сравнить его с сарафенибом. Также, если оценивать полный эффект при лечении этих пациентов в сравнении двух препаратов сарафениб и линвотениб, мы видим, что полные ответы были получены преимущественно у линвотениба в полтора процента. Это четыре пациента. Уменьшение опухолевых очагов отмечено в 64,8% пациентов, получавших линвотениб в сравнении с плацебо, получаемым препаратом. И хотелось бы сказать о том, что в этом же исследовании при применении линвотениба у пациентов с радиорезистентным раком мы видим, что пациенты частота объективного ответа составляет 62%, полный ответ был получен почти в 2% и стабилизация достигнута более 30%. Медианная длительность ответа составила 30 месяцев. Обращаясь к профилю токсичности, мы видим, что у линвотениба чаще всего, конечно, это гипертензия. У нас будет в вебинаре еще врач-кардиолог, который нам также расскажет о проблемах. И не буду на этом останавливаться. Но если сравнивать два препарата, опять же, в этом же исследовании, в Decision и Select, мы видим, что серафениб и линвотениб основным осложнением при лечении пациентов с серафенибом мы видим ладоноподошенный синдром, это в 20 случаях. И мы видим также гипертензию у пациентов, принимающих линвотениб. Это чаще всего те осложнения, которые мы видим на этих двух препаратах. Ну и хотелось бы представить двух пациентов. Это пациент в сравнении 3 месяца, как видите, представлен пациент прием препарата линвотениб. И при лечении этого пациента мы видим уменьшение полученной частичной регрессы на фоне уже приема 3 месяцев препарата линвотениб. Хороший эффект получен. Пациент подвергался этому лечению. Также второй пациент, о котором тоже хотелось бы сказать о том, что он лечился по поводу рака щитовидной железы, он лечился хирургически не у нас. Ему было сделано неоднократно хирургическое вмешательство. Несколько раз было выполнено иссечение удаления узлов. То, о чем я говорила раньше, вопрос о селективной внефутлярном удалении линфатических узлов чревато различными родами осложнениями, появлением новых метастазов. И это всегда обсуждается, но, к сожалению, не выполняется. Но вот такая ситуация сложилась. И у пациента была выполнена неоднократная операция. В настоящее время пациента наблюдается у нас уже полтора года по приему препарата линватини. Вы видите, как поражение лимфатического узла Ривьера, где ретрофарингеальная группа узлов. Это очень редкая группа, когда поражается лимфатический узел при раке щитовидной железы. В частности, в большей степени это, конечно, при плоскоклеточном раке мы видим, при носоглоточном мы видим эти узлы. Но при раке щитовидной железы крайне редко такое видим. Ну, во всяком случае, в опыте нашего института. И пациент находился, обратившись к нам, мы назначили ему препарат линватини, поскольку он тогда, когда обращался по лечению хирургическому, была выполнена у него по месту жительства эксплоративная операция. Невозможно было удалить, видимо, вероятно, узел. Но поскольку это заглоточные узлы, конечно же, здесь сложности есть в удалении. Соответственно, был назначен препарат линватини. Линватини. Пациент находился на лечении. Вот представлены ПЭТ-КТ-сканы. И, как видите, здесь выполнено исследование. И мы видим, что принимал линватини сначала два месяца. Мы сделали обследование у пациента. Потом один год-два месяца. И мы видим на сегодняшний день пациент, на данном слайде представлен пациента при фоне приема в течение шести месяцев в виде уменьшения этого узла. Ну и хотел бы сказать о том, что пациент, получая один год и два месяца, мы достигли уже такой стабилизации. У пациента стабилизировались узлы. И вот представлены МРТ-сканы, которые говорят о том, что на сегодняшний день это препарат, конечно, выбора для таких пациентов, как данный пациент, представленный с такой редкой патологией, с редким метастазированием линфатические узлы. Ну и в заключение хотел бы сказать о том, что таргетная терапия – это такая опция, которая у нас появилась и на сегодняшний день существует. Это очень такая помощь для клиницистов, поскольку раньше это, если пациент был радиотрезистентом, для нас была такая вот сложность в лечении этих пациентов. Ну и, конечно же, линватини, который увеличил, выживаемся без прогрессирования до 18,3 месяцев. Ну а о нежелательных явлениях мы будем обращаться, говорить с терапевтом, с клиницистом, который занимается данными осложнениями. Большое спасибо за внимание.